В Гродно начали проводить ПЦР-исследования в рамках программы «Путешествуй без COVID-19». С 10 июля въезд на территорию Российской Федерации возможен только при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию, который числится в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19». Приложение разработали в России, но оно сейчас находится в общем доступе для скачивания. С его помощью граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз, могут свободно путешествовать в рамках ЕАЭС. Возможность сдать ПЦР-тест на COVID-19 и подключиться к системе «Путешествуй без COVID-19» в Гродно появилась в профессорско-консультативном центре медицинского университета. Обращаться за тестом можно с 10 июля. За три дня ПЦР-исследования для перемещения по Евразийскому союзу сделали полсотни человек. Для того, чтобы выполнить тест, требуется скачать приложение «Путешествуй без COVID-19». В его меню есть возможность выбрать лабораторию, в которой удобнее пройти исследование. Далее пациент обращается в медучреждение, где осуществляется забор материала. Важно, что результат ПЦР-исследования актуален только в течение 72 часов. Услуга сдачи теста платная от 38 рублей. При выполнении исследования результат приходит в мобильное приложение автоматически. То есть это исключает его необходимость повторного прихода за результатом анализа. И, по сути дела, он уже может планировать свои планы для пересечения границ Российской Федерации. Что касается срока выполнения, то в нашем университете мы выполняем в течение 24 часов. Но при необходимости результат анализа может быть выполнен за 5 часов. И самое главное, что это уже выполнение исследования на совершенно другом цифровом уровне. Отметим, что с пятницы, 16 июля в торговых центрах Олд-Сити и Тринити открываются пункты вакцинации от COVID-19. Ранее сделать прививку можно было либо в поликлинике по месту жительства, либо на предприятии, куда приглашали выездные бригады. Между тем, Министерство здравоохранения обновило официальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно данным, на 13 июля в Беларуси с начала пандемии зарегистрировали 429 тысяч случаев заражения COVID-19. 586 из них за последние сутки. 422 тысячи человек выздоровели и выписаны. Умерли 3276 пациентов. Всего в Беларуси провели почти 7 миллионов тестов на COVID-19. Субтитры создавал DimaTorzok